Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на международной туристической выставке Expo Travel. Мы продолжаем говорить про туристические тренды и про итоги туристического сезона 2022. И у нас в гостях Игорь Черноголов, президент группы компании Пентрон Россия, создатель проекта «Мариинские избы». Добрый день. Добрый день. В 2020 году вы приступили к реализации своего довольно интересного проекта, амбициозного, вместе с тем очень сложного. Приступили к реставрации старых изб в деревне. Для того, чтобы создать эко-этно-деревню. Тогда вы говорили, что объем инвестиций в этот проект составит порядка 300 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. В связи с изменившейся экономической конъюнктурой, строительным рынком, туристическим рынком, пришлось ли пересмотреть свои инвест-планы? Мы пальцем в небо говорили, когда же у нас 300 миллионов надо. Но это все равно плюс-минус, так как я уже бизнесом занимаюсь с 91-го года, все равно немножко плюс-минус там трамвайная остановка попадаешь, плюс-минус 20%. Это может любой человек бизнес-план посчитать за одну, там, две минуты, буквально на салфетке. Разве же так делается проект? Конечно, все эти институты, МБА, это есть практика. И практика критерий истины, и, знаешь, теория это одно, практика другое. И когда ты каждый день занимаешься, каждый день погружен в свою тему, ты лучше с этим разбираешься. Конечно, проект «Мариинские избы», он колоссальный, он огромный. Такого нет нигде, ни в нашей стране, ни в какой-либо стране мира. Но это на деревне есть много людей? Нет, что вы, я вас уверяю, там все по-другому. Посмотрите, когда я только начинал в 20-м году, у меня была только идея купить несколько домов старинных, даже несколько, один, два, отреставрировать их и попытаться сдавать туристам. Когда мы стали в это дело погружаться, во-первых, стали появляться еще дома. Но дом отреставрировать, старинный, там, на 1850-го года, это очень долго. Это даже не месяцы, это год, а может и больше года. Потому что если подходить идеально к этому, знаешь, каждую деталь рассматривать, советоваться с краеведами, с историками, с архитекторами. Между прочим, у меня работают архитекторы и строители, те, кто восстанавливали Нижнюю Синячиху. Это музей под открытым небом. С нами работают многие историки, архитекторы из других городов. И, конечно, когда мы полностью в это погружаемся, это целый пласт работы. Зато результат превосходит все мыслимые и немыслимые ожидания. Действительно, получается очень здорово и красиво. Но когда мы стали это делать, потом проект, он живой, он расширяется, углубляется. И появляются новые возможности, приходят новые люди, появляются новые идеи. То есть нужно кормить? Нужно. Поэтому задумали построить ресторан «Уральская кухня». Вот сейчас мы, например, открыли трактир. А чем там кормить? Конечно, тем, что растет у нас и то, что пасется у нас. Поэтому мы сделали экоферму. У нас сейчас лошади, коровы, бараны, гуси. И все еще и все растет. И все готовим из своего. И никакой химии. Понимаете? Потом появился вариант. Я же вначале думал про глэмпинги. Потом появился у нас остров, на котором мы стали воссоздавать, не воссоздавать, а строить. Вначале такую дикую сказочную деревню. Там дом на дереве, шалаши, землянки, там, знаешь, избушки, как у Бабы-Яги. А потом по берегам будут глэмпинги. У каждого глэмпинга будет выход к воде. Это все появляется, появляется, появляется. Потом, думаю, музеи. Потому что у нас старинные классные дома. Там село с богатейшей историей. Это село Марии Денисовны Демидовой, жены Алексея Петровича Демидова. То есть это реально Демидовская деревня. И Мария была владельцем шести заводов. В том числе Ревдинский завод, Мариинский завод, еще несколько заводов. Это уникальная вещь. Мы находим дом Антуфьева. А Антуфьев, это вообще-то, если посмотреть вглубь истории, у Демидова была фамилия Никита Демидович Антуфьев. Понимаете, к чему я говорю? Почему Демидов-то появилась? Это кличка. Петр Первый так звал. Демидыч, Демидыч. В итоге он взял фамилию Демидов, чтобы дворянские титулы покупать крепостных крестьян, чтобы кто-то должен работать на заводе. И вот в этом селе, что интересно, это действительно четкое русское село. В основном люди, крепостные крестьяне были с Волги, из Подмосковья, святки. И до сих пор там живут эти старинные русские фамилии. Кагусевы, Щукины. Понятно, что Урал, он многонационален. И там, конечно, есть немножко татар, немножко башкир. Но в основном, в целом, 95% это русское население. Там вообще удивительные вещи происходят, когда мы покупаем старинные дома, там есть старинная мебель. Ну, ее, конечно, реставрируем. С нами работают четыре мебельных компаний-реставраторов. То есть, когда турист приезжает в избу, во-первых, там все, изба аутентичная, и мебель аутентичная 19-го, начала 20-го века. Это разве удобно? Смотрите-ка, этим всем можно пользоваться. Вы практически живете как в музее. Но придите в любой музей, там даже ничего потрогать нельзя. А здесь всем можно пользоваться. Всем все можно трогать, можно даже купить. Но вначале мы говорим, посетите нашу антикварную лавку. Потому что у нас много вещей. И те люди, которые занимаются музеями, приходят на наши склады, в наши дома, говорят, Господи, здесь столько всего. Конечно, мы находим здесь, покупаем там на Авито, покупаем на Святки, потому что именно оттуда крестьяне и были. Я недавно был на Бали, и там, интересно, мебель очень похожа на нашу русскую крестьянскую мебель, на Бали, индонезийская. А смотрю, люстра. Господи, у меня в избе такая же люстра, а это на Бали. Почему? Потому что Бали, это была индийская колония. А у нас все шло в Россию из Европы. И, понимаете, вот очень удивительно, вот те же самые вещи, которые мы можем видеть в Индонезии, они у нас здесь, в крестьянских избах. То есть та же самая мебель, тот же самый цвет, те же самые люстры. Часы, зеркала, иконы. Шикарно. И каждая изба, она с удобствами. Там есть нормальный душ, туалет. То есть ты живешь вроде бы в музее, в старинном доме, но с современными удобствами. Но потом мы подумали. Может быть, не все там молодые люди, которые захотели приехать, либо взрослые. Может быть, не все захотят пожить в старинной избе, полежать там на русской печке, приготовить там пироги в русской печи. Может быть, не все захотят. Тогда у нас появилось несколько современных коттеджей. Пожалуйста. Но коттедж, это этим не удивишь, даже если он стоит в окружении вековых сосен. Глэмпинги тогда, почему нет? И когда люди приезжают на этот остров, а он тоже удивительно. Либо надо на лодке плыть 500 метров, либо вокруг обходить и вброд 3 километра. То есть это уже квест такой. И там живешь в полное погружение, там даже нет электричества. Но с комфортом. Спросите, как? Я вам скажу, вы приезжайте и увидите. Игорь Алексеевич. Да. Не проще было построить похожие на старорусские дома? Это было бы быстрее и, наверное, дешевле. Соглашусь с вами, намного дешевле и намного быстрее. Но здесь, как там пел варшавский в черном кофе, в этих стенах есть сердце и вены. Понимаете, это история, это дух. То есть ты приходишь и ты понимаешь, что вот этому дому ни много ни мало 200 лет. Это огромная история. Ты прямо вот, ты прикасаешься к этому. Ничего себе, такое уже не построить. То есть мы видим все, вот весь этот пласт за пластом. То есть 19-й, 20-й век, мы все это видим. Как это все происходило. Я слышала, у вас там даже есть стол, сделанный из дерева ровесницы Екатерины. Это да, вот такое огромное бревно, вырублено нашими мастерами, плотниками. 30 человек, жители села, работают в этом проекте. Это же больше уже. То есть это и плюс рабочие места. Да, и вот идея этого проекта, ну, во-первых, вовлечь 100% жителей села в этот проект, изменить людей, чтобы бросили пить. У нас кто работает, не пьет. Вот, чтобы приносили пользу себе и окружающим. И вот этой радостью я бы хотел поделиться с теми туристами, которые могут приехать в наш проект и увидеть это. А потом, вот такие проекты, почему я говорил про 3 года и про 300 миллионов. 200 уже потрачено за 2 года. Остался этот последний. Вот, я думаю, что мы должны успеть за 3 года полностью сделать вот этот проект, как он должен быть. Я понимаю, что он растет. Уже у нас появился город мастеров. У нас там уже и кузница, и гончарка. Этот проект был ориентирован в основном на местного туриста или все-таки для того, чтобы продемонстрировать историю России 18 века для тех, кто приезжает сюда? Ну, знаете, когда я поселился в этом селе 15 лет назад, и до известных событий, так как я компания международная, до известных событий ко мне приезжали, вот это я показываю, если где-то там камера, например, до известных событий ко мне приезжали несколько раз из Германии немцы, из Америки американцы. Они сказали, это очень-очень круто, и это действительно. Ну, например, в Америке, ну, нет таких старинных домов. Ну, просто той Америки-то, извините меня, она младше здесь в Свердловской области. Там нет ничего старинного. Если домов там 70-80 лет, это уже раритет, памятник архитектуры. А у нас 200. Это очень круто. Во-первых, такие места аутентичные. Я вспоминаю, я со своего огорода там приношу эти помидорки. Американец берет и говорит, ты понюхай, понюхай, это же помидор настоящий. Я говорю, ну да, они у нас тут растут, а они даже пластиковую еду едят. И вот идея такая, чтобы люди, узнав про этот проект, мы стали такие проекты строить по всей России, потом по всему миру. То есть есть прицел на масштабирование? Это вот такая идея, как бы идея фикс или что-то такое. Как меня спросили, это утопия? Я говорю, а как же вера с гречишное зерно? Какая же это утопия? Когда мы строим по всей стране вот такие вещи, находим таких же единомышленников, а потом по всему миру, и кто его знает, может быть, через 25-30 лет люди уйдут в такие нормальные экологические места. Экопоселения. Экопоселения, ну, деревни, жить на природе, питаться нормальной пищей и жить со своими семьями долго и счастливо. Кто-то верит, кто-то не верит, но за два года скептики, которые вначале были, начинают уже верить в эту идею. Я сейчас получаю массу звонков из других областей, от аппаратов губернаторов, говорят, а мы хотим масштабировать мариинские избы у нас на территории. Более того, когда мы были в Черноисточинске, я встречался с наследниками Демидова, там женщина такая Ирен, вот мы с Эдуардом Энгартовичем там были, она узнала про это, говорит, слушайте, как классно. Поехали во Францию, мы вам дадим кучу гектар земли, кучу инвестиций, построите там такую же деревню. Я говорю, нет, вначале мариинские избы, потом по всей стране, а потом и до Франции дело дойдет. И все-таки мариинские избы – это бизнес-идея, это желание следовать трендам туристического рынка или это жизненная позиция? Скорее всего, жизненная позиция, знаете, как получилось? Я создал великую компанию «Пенетрон». И в 91-м году, когда мы говорили, что «Пенетрон» – это лучшая гидроизоляция, проникающая гидроизоляция раз и навсегда, никто не верил в эту идею. Говорит, да зачем? Мы в нефтяной стране мира, у нас битум стоит 3 рубля, а «Пенетрон» – 300. Да кому ты нужен? Я говорю, нет, я каждый день это доказывал. И за 25 лет мы изменили менталитет строителей всего мира. Мы продаем больше, чем 100 стран мира наш материал. И применяют именно «Пенетрон» для гидроизоляции. Это и паркинги, фундаменты, бассейны, загубленные сооружения, плотины, атомные станции. Все, что связано из бетона и надо защитить от воды. Я потом прочитал книгу Насима Талеба, который там «Апологет черный лебедь», «Антихрупкость». Он как раз и говорит, что если есть небольшое количество людей, которые хотят изменить мир, не мирятся с существующими обстоятельствами, и их достаточно всего 2% населения, распределенных по территории, и они меняют мир. Поэтому, когда мы делаем вот эту нашу франшизу, экоэт на поселении, вот этих старинных вещей, деревни, где мы можем отдохнуть душой и телом, если таких будет поселений больше, и они будут по всей территории, все изменится, я вас уверяю, так же, как с «Пенетроном». Все в наших кругах. Да. И мне этот бизнес, ну не бизнес, скажем, это моя жизнь, и она мне очень нравится. Я нахожу в ней и энергию для себя, и двигаться дальше к новым победам в основном бизнесе, в «Пенетроне». Я подумал, если мне Бог дал такую возможность сделать великую компанию «Пенетрон», может быть, мне повезло, и еще я в своей жизни сделаю что-то большое и красивое. Все, что делается с любовью, делается легко и обязательно приносит не только удовольствие, но и приводит к великим результатам. Приглашаю вас в гости! Милости просим. Спасибо. Это был Игорь Черноголов, президент группы компании «Пенетрон Россия», создатель проекта «Мариинские избы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова